Привет, меня зовут Стас Быков, давайте сегодня вместе разберемся в наиболее важных вопросах, которые возникают по направлению бизнеса, маркетинга, заработка, дизайна, фриланса, рекламы, что со всем этим делать. Конечно же нужно поставить конкретные задачи и начать их выполнять. Данные вопросы необходимо решать и подстраиваться под меняющиеся условия, чтобы они были эффективны. И первое, что я хотел бы с вами обсудить, это YouTube. На данный момент он работает, но есть конечно же предпосылки, что к нему ограничат доступ. Поэтому я в предыдущем видео, которое называется «Блокировка YouTube», рассказал, как можно скачать все видеоролики. Я бы также рекомендовал ваш контент распространять на российских платформах, такие как ВК, Рутуб, Яндекс.Зен. Это бесплатные платформы, где мы можем с вами размещать свой контент. Да, конечно, много вопросов, что Рутуб проводит долгую модерацию, дня два, три, неделю даже бывает. И что? Наша задача, как предпринимателей, как маркетологов, как авторов, загружать контент, чтобы он остался на той платформе. Здесь нужно понять, что целевая аудитория, она бывает разная. Первый сегмент – это авторы, это блогеры, которые работают на площадке, развивают ее и становятся популярной медийной личностью. И есть второй сегмент – это бизнес, производство, например, мебели. Здесь нужно понять, откуда дальше получать трафик. Если мы теперь в Инстаграме не можем размещать рекламу, через Гугл мы не можем делать рекламу, конечно же, нужно перемещаться в другие ресурсы. И как альтернативы, как дополнительные источники трафика, они, конечно, нам подходят. Поэтому обязательно посмотрите это видео «Блокировка YouTube. Готовимся». Я ссылочку оставлю в описании, тоже еще раз повторю. Также по поводу YouTube. Продолжаем здесь работать до тех пор, пока доступ не закрою. Будем размещать, размещать, работайте. Потому что аудитория здесь все равно есть. И постарайтесь рассказать данной аудитории на своем канале, что у вас есть альтернативные источники, где вас можно найти. Точно так же я рассказываю про то, что у меня есть телеграм-канал. Сейчас вы видите его на экране. Здесь я сегодня утром провел опрос. Как видите, на данный момент проголосовал уже 423 человека. И какие темы сейчас волнуют больше всего. Мы видим, что по статистике это Яндекс.Дзен, также Ротуб, ВКонтакте, Телеграм. Менее уже популярно это у нас создание сайта. Это YouTube для бизнеса. Это трафик, то есть вообще направление интернет-маркетинга. Ну и на последних местах это личный бренд, инфобизнес и одноклассники. То есть это те направления, которые я планирую дальше активно развивать на всех своих платформах. Я понимаю, конечно, что в первую очередь про Яндекс.Дзен нужно будет рассказывать, потому что большая часть аудитории, которая есть у меня в телеграм-канале, их интересует этот вопрос. Вы, кстати, тоже можете подписаться на телеграм-канал, ссылку я на него оставлю в описании. Здесь также будут проводиться прямые эфиры. Здесь есть такая возможность, вот я нажимаю, начать эфир, через ОБС можно запустить. Здесь можно комментировать. То есть вот каждую новость, которую я размещаю, есть возможность оставлять комментарий. Поэтому присоединяйтесь, здесь такая ламповая атмосфера у нас немного, но тем не менее говорим по существу. И каждое из этих направлений, поверьте мне, оно прямо заслуживает отдельного разговора. Про Яндекс.Дзен у меня уже более 7 или 10 даже роликов в течение двух лет загружено. Сейчас там все меняется и тоже нужно об этом рассказывать. Про Рутуб, это аналог Ютуба, той же площадкой, которая развивается. Понятно, что она пока в зародыше, то есть там не те совершенно возможности, но это же ресурс, который мы с вами можем использовать. Ну и пускай там модерация идет 5 дней или 10 дней. Какая разница? Загрузите туда ролики, пускай он там проходит модерацию, а вы в это время используйте Яндекс.Дзен. Вконтакте тоже тут очень прям направление такое, которое необходимо использовать. И благодаря тому, что ролики тоже внутри системы, они распространяются, вы сможете выходить на целевую аудиторию. Вообще про каждый из этих сервисов можно очень много говорить. Про Телеграм у меня тоже спрашивали, как интегрировать, да, вот группа, чтобы была, и вместе с комментариями, чтобы можно было отвечать на каждый пост. Про создание сайта. Сейчас тоже многим нужно создавать сайты, свои блоги вести, показывать свою экспертность. Хоть и личный бренд, здесь 6% проголосовавших, но тем не менее, без персонального бренда, не важно, вы блогер или у вас бизнес, ну очень сложно будет дальше развиваться. Поэтому все эти темы, они важны, и я их буду освещать на данных ресурсах, которые здесь представлены. Ссылочки на них также оставлю в описании, на мои аккаунты, чтобы не потеряться, тоже подписывайтесь. Поэтому Телеграм-канал тоже обязательно заведите, если вы автор, или вы медийная личность, или у вас свой бизнес, обязательно заведите его и сделайте ссылки и на своем сайте, и на других социальных платформах. Дальше, как получить доступ к площадкам, которые в данный момент уже заблокированы. Я здесь рассказываю лишь свой опыт, как я работаю. Если мы сейчас с вами зайдем на facebook.com, видите, он не открывается. Давно уже придумали средства обхода. То есть я вам не рекомендую здесь ничего, просто показываю, как я с этим работаю, как я нашел выход из ситуации. У меня есть VPN, например, через Германию. Я хочу подключиться, нажимаю подключиться. VPN-ы бывают разные, есть бесплатные, есть платные. Здесь очень внимательно обратитесь к этому вопросу, потому что бесплатные, они не всегда надежные. Когда вы перенаправляете трафик через VPN, тот сервис может его полностью прочитать. Все ваши данные, которые вы отправляете, понимаете? То есть ваши данные не защищены. Ну вот этим сервисом я пользуюсь. Они пишут, что куки у них и история вообще не хранится. То есть они в той стране находятся, где закон говорит о том, что нельзя им хранить все логи, которые происходят. Логи – это информация, все действия пользователей. Поэтому вот я подключаюсь, нажимаю на facebook. Сейчас у меня точка доступа получилась в Германию. Сейчас мы посмотрим. Вот видите, начинает подгружаться. Бывает, что скорость, конечно же, снижается через VPN. Поэтому мои рекомендации – это точно использовать только платные VPN, в которых вы можете быть уверены. Посмотрите по рейтингам, можете протестировать или свой отзыв напишите. Потом вот мне он не нужен. Раз, отключаюсь. И старайтесь не авторизовываться прямо, если у вас там есть секретная какая-то информация, оплата онлайн, подключите телефон, с телефона все оплачивайте. Если вам нужно, например, в Instagram будет зайти его, когда заблокируют, или в Facebook, вот я так вот делаю, могу попасть хотя бы, выкачать свои фотографии. Но для других целей я его не использую. Мне просто нужно попасть на мои медийные площадки, да, где-то настроить рекламу, где-то выкачать информацию, которую я еще не успел. То есть вот так вот у меня получается. Далее. Как принимать оплату? Сейчас это важный вопрос. Хотя, конечно, вот именно что касается в плане YouTube, если мы посмотрим аналитику, во вкладку доход перейдем, мы видим, что доход очень сильно упал. Об этом я подробно говорил в одном из роликов. Вот отключение Swift я затронул, дальше блокировка. А вот монетизация YouTube, я здесь подробно говорил об этом, да, что в России рекламодатели полностью не работают. Если у вас есть зрители из других стран, то монетизация все равно останется для их стран. Вот мы видим у меня в день 5, 4, 8 долларов. Ну, в принципе, нормализовалось так стабильно 4, 5, 7. Вы можете тоже в комментариях написать, сколько у вас получается. И чтобы получить эти деньги, ваш банк не должен находиться под санкциями. Сейчас, конечно, российские банки интегрируют китайскую систему UnionPay, которая также доступна более чем в 100 странах, но на данный момент не все далеко банки ее используют. Мы с вами можем посмотреть, где есть ограничения на личные кабинеты AdSense. То есть, вот Крым, Куба, Иран, КНДР, Народные Республики, Сирия. Там они запрещены. То есть, если вы там находитесь, то вы там не сможете создать его. Или если он там был создан, то их заблокируют. Россия пока туда не входит. Поэтому работаем, в принципе, дальше. И зарабатываем. Конечно же, если вы хотите принимать деньги из-за рубежа, то ждем систему UnionPay. Можно будет принимать платежи тогда из других стран. А так, конечно же, Visa, MasterCard внутри страны. Они работают, хотя мне знакомые недавно писали, что не смогли MasterCard расплатиться по терминалу, прям физической картой. То есть, такие проблемы тоже бывают. Да, как бы держим руку на пульсе, смотрим и разбираемся вместе. Самое главное, что я бы рекомендовал вам полностью не останавливать вашу деятельность. То есть, если вы контент-мейкер, то дальше создавайте уже просто на тех ресурсах, которые в данный момент доступны. И всегда делайте бэкапы вашего контента на свой компьютер. Если у вас бизнес, посмотрите, релевантен ли он в данный момент. То есть, стоит ли его сейчас продолжать вести, работать. Поэтому я тоже над этим вопросом сейчас очень сильно задумываюсь. Потому что моя специфика, моя деятельность – это образовательные услуги. Я уже более 15 лет занимаюсь тем, что я обучаю, преподаю. Много на кружках выступал, в вузах тоже выступал. И это то, для чего я приспособлен. Я могу доносить образовательную информацию, обучать людей по направлениям маркетинга, заработка, фриланса, рекламы, таргета, как настроить рекламу, как проанализировать бизнес, найти слабые места. И вот я считаю, что каждый должен найти сейчас свое место и работать там просто в идеале, как он умеет, чтобы быть полезным. И вместе мы дальше будем работать в своих сферах. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Очень скоро проведу прямой эфир, а также в Телеграме. Возможно, тоже на Ютубе. Не теряемся, будем на связи.